Всем привет! Меня зовут Маша. Сегодня я вам покажу, как создавался портрет кота Коды. Он породы британский короткошерстный, живет в Ниндерландах. Вы увидите, как я изображаю шерсть британских котов, чтобы она была такой плюшевой и красивой, а также, как я рисую глаза, чтобы они выглядели яркими и живыми. Приятного просмотра! Итак, начинаем рисовать. У меня очень хорошая фотография, с которой я буду рисовать. И сам Кеди очень красивый котенок. Он такой плюшевый и похож на игрушку, что ли. Ну, как и многие британцы. У него есть брат, у Нейл. У них есть свой инстаграм. Я оставлю ссылку внизу, в описании. И вы можете посмотреть. Они очень милые, красивые ребята. Также оставлю ссылку на мой инстаграм. Тоже заходите, подписывайтесь. Вот. Я начинаю рисовать портрет слева верхнего угла, как и в прошлый раз. Так мне будет легче работать. И фон, обратите внимание, я буду делать, как и на фотографии, в принципе. Только сделаю его более темным по краям и более светлым и ярким, ближе к самой фигуре кота. Мне очень важно показать его шерсть, такую объемную, плюшевую. И в то же время придерживаться того цвета, такого серого, немного сиреневого, который есть. Я уже здесь начинаю обозначать глаз. Глаза тоже очень красивые, яркие, такого ярко-золотистого цвета. Довольно большие, открытые. Вот сейчас я приблизила, и можно более конкретно видеть, как я рисую глаз. Мне очень важно сделать его контрастным. То есть я использую темные и светлые оттенки вместе, чтобы блик, который остается белый, выглядел очень ярким. Поэтому вокруг него я использую более темные и насыщенные цвета. Я использую здесь несколько теплых оттенков и сочетаю это с черным цветом, который обрамляет все эти оттенки. Я использую одну небольшую хитрость. Добавляю немного холодного, голубого или фиолетового оттенка, как в данном случае, на сам зрачок. И он получается более объемным. И отражение неба, как будто видно тоже на зрачке. Второй глазик я рисую также. Начинаю с самых темных оттенков. И добавляю понемногу более светлый, рыжий, желтый, охру. Сами глаза очень интересного цвета. Такого не то чтобы оранжевого или тракотого, а даже немного уходящего в красноту. И немного красного тоже можно добавить. Но тут главное не переборщить, чтобы они все равно были такими яркими, золотистыми. Вообще на глазах я стараюсь всегда делать главный акцент. Они всегда привлекают внимание. Но, конечно, про другие детали тоже забывать не нужно. Что касается самой шерсти. Я использую несколько оттенков. То есть я начинаю с серого, добавляю черный, белый и немного голубоватого оттенка. Я тоже добавляла наверху. Потому что у британцев вот этот оттенок шерсти, он не совсем серый. А он имеет немного такой голубой, сереневатый отлив. То есть цвет очень интересный, если приглядеться. Так как я использую пастельные карандаши, то я могу довольно легко наслаивать один цвет на другой. И получать нужный мне оттенок. И так изображение выглядит более реалистичным и объемным. Теперь переходим к носу. Его тоже очень важно сделать контрастным и выделить. Я использую несколько розовых оттенков. Самые темные по краям носа и светлые в середине. Чтобы добавить ему живости и сделать блики. То есть самое контрастное и объемное изображение, оно получается в середине листа, в самом центре. И все, что уходит к краям листа, я стараюсь сделать менее контрастным и более плавным. За счет этого изображение получается объемным. Если в середине, в центре листа я прорисовываю все волоски и стараюсь их сделать более контрастными, сочетая черный и белый карандаш вместе и такие контрастные оттенки, то уже отходя подальше, вправо-влево к краям, я стараюсь их сглаживать. И либо пальцем, либо специальной растушевочной палочкой я все это делаю мягким. Особое внимание нужно будет уделить бабочке, которая одета на кейде. Ее нужно хорошо прорисовать, то есть клеточки, которые на ней есть, нужно обозначить, чтобы они читались. И задача такая, что с одной стороны я ее должна изобразить понятно и четко, а с другой стороны она не должна привлекать на себя много внимания. Потому что все-таки самое главное, это сама мордочка кейде, его выражение лица, его глаза, его взгляд. Дальше я пальцем растушевываю все, что мне кажется нужно сделать более мягким. Добавляю последние детали, рисую усы. Они должны быть на переднем плане, чистыми, белыми и яркими. Карандаш должен быть очень остро заточен, чтобы у меня была такая четкая ясная линия. Теперь, когда последние детали добавлены, портрет готов. Вот такой портрет Коди получился. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам. И спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok